всем здравствуйте вы на канале турки space я олеся я владимир и сегодня мы вам расскажем про то что следует сделать дальше после того как вы получили в н.ж. и когда вы получили в н.ж. в этой стране потому что перед вами предстает целый ряд задач которые следует выполнить за достаточно короткий срок итак начнем погнали в этот дивный мир так итак что же вам следует сделать после того как вы получили в н.ж. перед вами появляется пять задач первое оформить еди в лет переоформить на себя коммунальные услуги сделать прописку подключить домашний интернет и оформить банковскую карту сегодня расскажем вам про то как сделать еди в лет и что это вообще такое для чего он нужен и так еди в лет или по телефону 157 переводе на русский это означает и государство это аналог госуслуг в рф только работающий да или аналог сервиса где в украине на этом еди в лете вы можете сделать много чего полезного для гражданина турции среди в летом открываются безграничные возможности а для иностранца заметно облегчается его жизнь турции еди в лет вам также необходимую если вы будете продлевать свою карточку в н.ж. так как именно там придется заказывать справку о прописке входящую в пакет документов для продления и кометы турции через этот сервис что можно вообще нам сделать оплачивать все свои коммунальные платежи не выходя из дома переоформлять на себя коммунальные платежи если вы сменили квартиру записываться на прививку в больницу продлевать свой иностранный телефон до одного года использования без его регистрации на территории турции об этом мы вам расскажем в одном из следующих видео также регистрировать свой иностранный телефон и при необходимости если вы вдруг решили не покупать телефон на территории турции оставить свой родной телефон иностранный также регистрировать автомобиль и если вы решили его приобрести здесь, также увидеть там штрафы ГИБДД и сразу же их оплатить, зарегистрировать свою недвижимость при покупке ее здесь, увидеть список телефонов, зарегистрированных на ваших имя и многое-многое-многое другое. И как же его оформить? Все просто. Это самая простая задача из тех пяти задач, которые я вам перечислила. Для этого вам потребуется наличие турецкого номера, но если у вас в кармане уже ФНЖ, то турецкий номер у вас есть. Значит, берете с собой телефон с турецким номером, идете в ближайшее отделение почты. Здесь почтовое отделение оформлено в едином стиле, желто-синего цвета, с большими буквами ПТТ. Заходите в почтовое отделение и в окошке оператору говорите Едевлет. Даже если вы не знаете турецкого, он сразу вас поймет, что вы хотите от него. Называйте ему свой номер телефона, либо показываете на телефоне этот номер, так как если вы турецкие цифры еще не знаете и не выучили, вам придет смс с кодом, который вы называете оператору. Дальше оператор что-то там пощелкает на своей клавиатуре в компьютере и вам придет одноразовый пароль, который нужно будет ввести дома, зайдя непосредственно в Едевлет. Дома уже входя в Едевлет мы вам рекомендуем пользоваться не приложением, скаченным с плей-маркета, а непосредственно с браузера, потому что приложение перевода с турецкого вы не получите, естественно, а в браузере сможете перевести на удобный вам язык. И дальше уже вводите этот одноразовый пароль и меняете на тот пароль, который вам нужно, то есть на ваш придуманный пароль, который вы запоминаете. При постоянном ходе он вам будет постоянно требоваться. В общем, вот теперь вы имеете этот самый Едевлет. С помощью Едевлета оттуда вы можете скачивать необходимую вам справку в формате pdf и самостоятельно распечатывать его на принтере или в ближайшем копицентре. Все справки имеют штрих-код, специальный штрих-код, который не требует дополнительного заверения и такие справки подходят для предоставления в государственном учреждении. Очень важно запомнить это, в течение суток с Едевлета можно получить только одну справку. Поэтому, если вам потребуется получение каких-то нескольких справок для посещения какого-либо учреждения государственного, то стоит об этом позаботиться заранее. Вот первую задачу вы знаете, как выполнить. Смотрите наше видео, чтобы не пропускать, так как перед вами еще целых четыре важных задачи. И это была задача самая простая. Всем пока! Пока-пока! До свидания!